А так, в какой-то мере, кто-то отвечал здесь, девушка, в принципе, достаточно правильно, потому что в данном случае Гиппократ имел в виду, что каждый человек одну и ту же болезнь по-своему болеет. И вот я был оппонентом одной докторской диссертации, как раз он там приводит пример, допустим, человек невидим, как гиперсценическую болезнь можно, если лечить по одной форме, то одному помогает, другому не помогает. Поэтому надо учитывать индивидуальные особенности. И вот Гиппократ выдвинул свои знаменитые темпераменты, которые, надеюсь, все вы знаете, там, холерик, сангвиник, климатик, новинхолик, но он это определял каким-то взаимоотношением, каких-то жидкостей в нашем организме. Это сейчас чрезвычайно сложно, и поэтому нечто подобное выдвинул Иван Петрович Павлов, что эта индивидуальность зависит от типов нашей высшей нервной деятельности. Я тогда дальше больше не буду мешать. Вы присутствуете сейчас там, чтобы мы побеседуем сейчас. Если там вопросы возникнут, вы пока продолжайте читать Куреш Маглыч. Вообще, я первый раз вижу физиолога, который душой физиолог. Это вот Куреш Маглыч. Поэтому очень близкий для меня человек. Я очень люблю людей, которые делают дело от души, а не по велению разума, чтобы душа его горела. Вот вы, если тоже будете душой болеть за то, чтобы быть врачами, я очень верю в это, что вы будете настоящими врачами. Спасибо вам за внимание. Передаю образы правления дорогому Куреш Маглычу. Включите микрофончики. Давайте поаплодируем Кирюзу Абдуфаторевичу. Спасибо большое. У меня буквально здесь осталось 25 минут. Уважаемые коллеги, я тоже, наверное, лекция такая немножко философская. Еще раз хочу извиниться за то, что прервалась связь. И, боюсь, что может еще раз прерваться, потому что, ну, вы знаете, у нас в университете чуть-чуть с этим проблемы. Смотрите, значит, вот Фируз Абдуфаторевич уже, как бы вам сказал, такое вступительное начало, такое, про теорию и Авиценны, и Гиппократа, и, значит, Иван Петрович Павлович. Фируз Абдуфаторевич, вы можете ребятам выйти, да, передать флешку. Фируз Абдуфаторевич сегодня будет в час читать лекцию. Если у вас у кого-то есть свободное время, приходите, пожалуйста, на кафедру нормальной физиологии. Вот, презентацию видно мою, да, подскажите? Да, да, видно. Да, видно. Да, видно. Спасибо большое. Вот, значит, смотрите, хотелось бы сказать тоже несколько постулатов о физиологии поведения. Или, другими словами, мы это называем физиологией высшей нервной деятельности. Есть физиология центральной нервной системы, да, мы с вами ее, как бы, изучали. Вот СНС, импульсы идут себе, перебегают. А есть высшая нервная деятельность, которая свойственна, по большому счету, по большому счету, только высшим животным. В какой-то степени, конечно, животные тоже обладают определенными, знаете, такими, наверное, свойствами, высшими психическими свойствами. Есть даже такая наука, которая называется зоопсихология. Ну, честно вам скажу, и не обижайтесь, пожалуйста, на меня, безумные любители животных, я не очень верю в эту науку, в зоопсихологию. Мне все-таки кажется, вот больше наши животные – это все-таки условные рефлексы и инстинкты. То есть, даже когда вот говорят память, да, говорят, у дельфинов прекрасная память, я очень большой вопрос ставлю. Мне кажется, все-таки это такой условный рефлекс, условные рефлексы. Хотя в последнее время обнаружено, что память гораздо больше у осьминогов. Говорят, что осьминоги могут хранить до одной минуты память, то есть у них следы остаются до одной минуты. Они могут как бы хранить. Все остальное, все-таки, мне кажется, это условные рефлексы. Когда я много лет назад, лет 10, на лекции сказал, что ваши собаки вас не понимают, о чем вы говорите. Они понимают просто условные рефлексы, ваши сигналы, ваши слова. У меня один мальчик на лекции заплакал. Он пытался мне доказать, что у него собака умная, она все понимает и все знает, что у нее есть и психика, и эмоции, и память, и прочее. А я вам говорю, нет, это условные рефлексы. Он говорит, нет, она просто умная, она как человек, не может она быть человеком. Он, правда, заплакал, такой, знаете, мальчик-меланхолик, мы тоже, если успеем, поговорим, и о меланхоликах в том числе. Вот, но я ему сказал, знаешь, давай, говорю, не будем голословными, давай проведем вот такой эксперимент. Если ты говоришь, что твоя собака все понимает, давай, говорю, сделаем следующее. У тебя собака умеет твоя лежать? Он говорит, конечно, да. Я говорю, а как ты ее научил лежать? Я говорю, как ты ей говорил лежать? Он говорит, ну, я, допустим, говорил ей команду лежать, лежать, лежать. Я говорю, вот именно вот таким тоном. Он говорит, да, лежать, лежать, спокойным, неприказным, спокойным тоном лежать, лежать, лежать. Ну, и она у меня теперь знает, что такое лежать. Я говорю, хорошо, эксперимент. Приди домой сегодня, подойди к своей собаке, и таким же тоном, каким ты учил ее лежать, скажи ей, бежать, 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 бежать. А потом завтра придешь мне и скажешь, побежит твоя собака или ляжет. Но он пришел мне и говорит, курейш-малыш, да. Я ей очень долго говорил, бежать, бежать, бежать. Она у меня все лежала, лежала и лежала. Я говорю, ну вот видишь, все-таки, конечно, что-то есть, конечно, что-то есть. В природе происходят ароморфозы, и мы с вами меняемся. И люди за миллионы лет, однозначно, кто-то, когда-то было одно семя, превратились вот в такое многообразие людей, не знаю, с узкими глазами, с оливкообразными глазами, с темной кожей, с желтой кожей, с красной кожей, с белой кожей и так далее. То есть происходили ароморфозы, конечно, за это время. И попугаи научились говорить, даже вороны научились произносить какие-то звуки. Но все-таки, все-таки, это в большей степени условные рефлексы и инстинкты. Немножко более сложные, безусловные рефлексы, с которыми рождается человек. Знаете, Павлов когда-то в свое время проводил такой эксперимент. Он брал, значит, обезьяну и учил обезьяну тушить костер. Костер перед ящиком, в котором лежал банан. То есть ящик. В ящике дырочка, отверстие. Внутри лежит банан. Перед этим отверстием зажигают костер. То есть для того, чтобы обезьяне достать этот банан, нужно обязательно костер потушить, иначе она сожжет руку свою. И, значит, ее ученый учил брать кружку, черпать воду из бочки и тушить этот костерчик. Обезьяна научилась, тушила этот костер, брала-бала, банан, все нормально. Потом эксперимент усложнили. Взяли и поставили два плота на воду, на водоем. На один плот поставили ящик с бананом и с костром. На другой плот поставили бочку с кружкой, бочку воды с кружкой. Между двумя плотами протянули тоненький мостик. Что вы думаете, обезьяна? А, кружка у нее была в руках, то есть на первом плоту. Там только бочка с водой. Обезьяна не додумалась черпать воду из водоема. Она знала, что вода, которая тушит этот костер, находится только вот в той бочке, до которой надо добраться по тоненькому мостику. Ползла, падала, поднималась, но все-таки так и не понимала, что вода вокруг, воду можно зачерпнуть кружкой и потушить костер. Для обезьяны вода, которая тушит костер, только та, которая находилась в бочке. Ее так научили. Нас с вами, как бы мы тоже определенные, получаем условные рефлексы в процессе жизни, но мы обладаем способностью ассоциациям через слово, через запахи, через какую-то обстановочную афферентацию. Нам достаточно сказать слово «вода», и мы сразу себе представляем каждый свою воду. Кто-то воду в стакане, кто-то воду в реке, кто-то дождь, кто-то воду в луже и так далее, и так далее. То есть для нас, для каждого из нас с вами, своя вода, не та, которая нас научили. Второй пример, небольшой вам приведу, с крысой, которую я когда-то в лаборатории взял себе на воспитание, маленькую белую крыску, очень с ней сдружился, крысы вообще очень умные животные, которую воспитывал, которую любил, которая спала практически, со мной жила, но в итоге пропала, в итоге пропала, и как я потом обнаружил, она сзади в туалете за унитазом выкопала норку и упала вниз куда-то там к соседям, там ее и убили. То есть как ни крути, как ни верти, каким бы умным ни было животное, оно все равно вернется к своим инстинктам. А у грызуна, у крысы инстинкт, инстинкт грыть себе норки и прятаться в темные, в черные норки. Конечно, она прокопала норку, эту норковый инстинкт у всех грызунов и провалилась вот это. То есть никуда от этого не деться. Да, еще раз повторюсь, есть арморфозы, и в течение жизни все может меняться, все может течь, изменяться и, наверное, меняется и форма ушей, и форма носа, и форма глаз и так далее. Вот, это первый такой постулат. Второе, рассматривая физиологию высшей нервной деятельности, я всегда вспоминаю Дейла Карнеги. Возможно, из вас кто-то читал Дейла Карнеги. Ну, если не читали, почитайте. Достаточно интересная такая сказка о взаимоотношениях с людьми, как строить свою жизнь, как заводить друзей, как научиться правильно жить, как научиться правильно, красиво говорить. У него очень-очень много таких разных вещей есть. Вот, так вот, Дейл Карнеги, говоря вообще о человеке, о сущности человека, говорил, что для человека есть три самые главные, самые важные вещи, которые определяют его психику, определяют вообще его поведение. Первое, это, как вы думаете, что, можете кто-нибудь сказать, три самые главные вещи в жизни человека? Хотя бы одну, попробуйте назвать. Вот что для вас самое главное в жизни? Не слышу. Общение с другими людьми. Ага, хорошо, еще. Да. Тоже не слышу. Семья? Ну ладно, да, да, да. Цель. Цель. Вот, это вообще прекрасно. Это Анохин бы сразу вам сказал, да, в первую очередь цель, конечно, это самое важное. Семья, согласен, да, еще, вот Береке написала, еще. Можете писать, да, если как бы я не очень хорошо слышу здесь в компьютере. Ну, можете написать там свои мнения потом. Значит, Дейл Карнеги, знаете, как сказал? Дейл Карнеги сказал, что самые главные три вещи в жизни человека. Первое – это секс. Извините, конечно, меня, но Дейл Карнеги сказал, самое главное в жизни человека – это секс. Потому что благодаря этому процессу мы с вами, как ни крути, как ни верти, мы с вами, уважаемые студенты, появились на свет. Не было бы этого чуда, нас бы с вами не было здесь, да, поэтому, но никуда без этого, как, вот как не хотите, мне говорят иногда, ну, ладно, у нас же там девочки, мусульманки, все, ну, ну, что делать? Ну, я вынужден это сказать, это действительно так. Благодаря этому процессу мы с вами родились, мы с вами появились на свет. Как бы мы ни говорили, там, мама с папой, с животиками прижались, клеточка перепрыгнула туда, клеточка там начала развиваться, раздваиваться. Это первое и главное в нашей жизни. Второе – это наша с вами собственность. Вот, по сути дела, вот кто сказали вы про Береке, сказала, семья – это собственность. Семья, моя семья – это моя собственность. Моя, не знаю, мой ноутбук – это моя собственность. Мой дом – это моя собственность. Моя машина, мои, не знаю, моя одежда. То есть, моя собственность. И третье, третье, потом я объясню еще, вот про собственность скажу. И третье – это вера. Вера. То есть что это значит? Секс. Благодаря сексу мы появляемся на свет. Благодаря нашей собственности мы с вами живем в этом мире. Благодаря вере что происходит? Мы надеемся и верим, что будем жить и после смерти. Это нас вдохновляет. Не может так быть, чтобы мы просто ушли. Наверное, мы продолжим жизнь как-то по-другому, в другом статусе. Но вера нам помогает в это верить. Очень часто здесь даже люди говорят, что жизнь на этом свете – это так себе. А самое главное – это жизнь там, с Богом, с Аллахом. Вот. Поэтому вот Дейл Карнеги говорил такие вещи. Про собственность, когда он говорил, что собственность… Вот знаете, есть такой интересный анекдот, когда мужик поймал золотую рыбку и говорит, рыбка ему говорит, отпусти меня, я исполню три твоих желания. А нет, она говорит, отпусти меня. Он говорит, как отпустить? Ты же типа три желания должна исполнить. Она говорит, ну ладно, я три желания исполню. Только, говорит, знай, что если вот ты загадаешь что-то у твоего соседа, я исполню. Но у твоего соседа будет этого в два раза больше, чем у тебя. Он говорит, да ладно, что мне, сосед, лишь бы у меня было. Конечно, я согласен. Он говорит, так, хочу классную виллу на берегу моря, короче, чтобы там все-все-все, бассейн, пальмы и прочее. Хлоп только, он оказывается на берегу моря, вилла, пальмы. Раз, смотрит, у соседа, у Асхарика две виллы, там два бассейна, пальм в два раза больше. Ну ладно, он говорит, так, теперь второе желание. Он говорит, а теперь сделай, чтобы у меня была красавица-жена, там, короче, чтобы она была самая-самая-самая-самая, самые красивые дети, короче, и прочее. Раз ему красавицу-жену рыбка смотрит, у Асхара две красавицы-жены. Ну, короче, он смотрел-смотрел, думал-думал, потом говорит, рыбка, выколи мне один глаз. 80 на 120 давление. Наоборот, 120 на 80. Выколи мне один глаз. То есть, ну, в любом случае, собственность своя имеет очень важное значение. Если у соседа два раза больше, то это, конечно, очень тяжело пережить. Ну и, конечно, собственность, еще и один момент, то, что мы с вами переживаем за свою собственность в первую очередь. Как ни крути, как ни верти. Какими бы мы альтруистами ни были по жизни, мы все равно, если двух человек привезут в больницу, в реанимацию, а вы, доктор-реаниматолог, привезут вашу маму и еще какую-то женщину, вы в первую очередь броситесь к своей маме, каким бы вы ни были по жизни альтруистом. Вы никогда не скажете, ой, вот эта женщина наша тяжелее, чем моя мама. Мне сначала эту женщину надо вылечить, потом займусь своей мамой. К сожалению, нет. Или к счастью, не знаю. И, к сожалению, я всегда говорю, для женщины, например, ну и для мужчин есть какие-то свои моменты. Для женщины сломанный ноготь страшнее, чем там 10 тысяч жизней, которые унес, например, ураган, цунами или какое-то землетрясение. Да подождите, какие там 10 тысяч погибших, у меня ноготь сломался. Вы что, как я теперь пойду на занятия, как я пойду на работу? Вот это вот момент, вот второй момент, который, ну, хотелось бы, чтобы вы запомнили. Благодаря сексу мы появляемся на свет, благодаря нашей собственности мы живем на этом свете, благодаря вере мы надеемся жить вечно. Вот три постулата, ну, это Дейла Карнеги. У каждого могут быть свои постулаты и свои дополнения. Следующее, что я хотел бы сказать в рамках вот как раз высшей нервной деятельности, это отношение к личности. Вот мы все с вами личности. То мы, что мы. Мы же часто задумываемся, смотрим на себя в зеркало. О нас говорят люди. Мы думаем, ну, как так? Почему они не понимают, что я такой хороший? Почему они меня считают плохим человеком? Вот так не должно быть. Поэтому взгляд на личность тоже рассматривает физиология высшей нервной деятельности вместе с психологией. И есть три точки зрения, три, как бы, скажем так, взгляда на эту личность. Первый взгляд – это как о себе думаете вы сами. То есть что я сам о себе думаю? Какой я? Я думаю, я красивый в меру, в меру умный, может быть, не совсем умный, но так, достаточно умный, достаточно спортивный, стройный, достаточно добрый, достаточно щедрый. Что обо мне думают люди? Вторая точка зрения. Люди думают, ты страшный, ты урод вообще, тупой, совсем не умный и вообще не спортивный, с огромным там пузом какой-то спортивный. И вообще ты не щедрый, я у тебя в прошлом месяце попросил занять деньги, ты не занял мне. И вообще ты непорядочный человек, тогда ты меня подвел, я тебя попросил делать и так далее. Ну или, наоборот, положительно думают, думают, ой, какой он хороший, какой он классный, замечательный человек. Это вторая точка зрения. Как вы думаете, какая третья? Вот что я о себе думаю? Что обо мне думают окружающие, какие они формулируют, скажем так, тезисы, постулаты обо мне? И третья точка зрения, не точка зрения даже, а третья, кем я являюсь на самом деле? Вот кто это определит? Общество нет, общество, как правило, говорит о человеке хуже, чем он того заслуживает. Я сам, вот, совершенно верно, Аня Павленко, совершенно, абсолютно верно. Кто я являюсь, то есть кем я являюсь на самом деле? Ну, понимаете, определить это, наверное, могут только специалисты-психологи, когда проведут какое-то глубокое тестирование, анализ какой-то. И я вам скажу честно, вот нас здесь сколько сейчас сидит человек? 71. Из 71, я вас уверяю, 3-4 человека максимум, ну, 5, те, которые адекватно оценивают себя. К сожалению, это такая правда физиологии и психологии. Только 4-5 человек. Остальные все 65 или у них заниженная самооценка. То есть они заходят в аудиторию, опускают глаза. Блин, я, сейчас меня увидят все. Я не так одет, я не так выгляжу, я не настолько хороша, не настолько красива, хороша. И другая часть аудитории, которая заходит, гордо подняв голову, говорит, да, я вообще король среди вас, вы же, вы вообще не поняли этого, что ли, еще? Я королева, я лучшая, я первая. То есть и то, и другое, конечно, это, ну, не есть очень хорошо. А вот 5 человек этих, обычно их разглядывают все остальные. Ну, как разглядывают, не в плане разглядывают, а понимают, что среди них есть этот человек. Я очень часто встречаю людей, которые говорят, вот в группе у меня все спрашивают совета. Говорят, как ты думаешь, а как вот ты считаешь, какой я, вот что у меня плохого, что у меня положительного, отрицательного. То есть есть люди, которые могут адекватно себя оценить. Опять же, это на физиологии вы будете проходить такое тестирование на самооценку. И вот, как бы, будете вот это вот знать. Еще один момент, который здесь же хотел сказать в свете личности. Кем бы вы ни были, раньше, знаете, раньше в советское время говорили, сними маску, не ходи в них. Так, я не завис, нет? Нет. Не ходи в маски. Человек должен быть открытым. Надо вот все свои качества выставлять на показ. Сейчас, ну, поменялось все, поменялось мнение. Говорят, не надо. Надо носить масочки. Надо подстраиваться под жизнь. Надо уметь подстраиваться под аудиторию. Поведение должно быть зеркальным. Если с тобой разговаривают, знаете, как говорят, посмотри на меня снизу вверх, и ты увидишь господина. Посмотри на меня сверху вниз, и ты увидишь раба. Посмотри мне в глаза, и ты увидишь кого? Самого себя. Ты увидишь человека, увидишь самого себя. Ну, маленькую еще одну хитрость вам скажу психологическую. Вы же только начинаете жить. Вот первый постулат, да? Посмотри на меня сверху, и ты увидишь раба. Вот если вы чувствуете, что вас человек давит, есть такие люди, энергетические вампиры, которые вот пожирают вас, просто давят вас, мешают вам жить. И вы думаете, вот блин, ну почему же мне такая подленькая попалась вот эта вот в группе? Вот она постоянно меня шкнит, что-то вот постоянно всех. Во-вторых, вот как бы ее маленькая-маленькая такая хитрость. Общаясь с такими людьми, смотрите, не смотрите в глаза. Делайте вид, что вы смотрите в глаза, но смотрите вот в эту точку на человека. Вот над глазами, где-то в лоб. И вы знаете, вы почувствуете, вот я сейчас на Диониса смотрю, не в глаза, вот передо мной на экране, а так в лоб к тебе туда. Вы знаете, вы почувствуете, что вас придавливает к земле просто вот этот вот человек, который смотрит вот в эту точку. Очень часто, ну, этим методом пользуются люди, которые знают психологические, скажем так, некоторые приемы, когда нужно, ну, немножечко обмануть, слукавить. Ты знаешь, я тебя безумно люблю, я вот прям души в тебе не чаю, а в это время смотришь не в глаза, а вот сюда. И тогда проще это говорить. Так вот, нужно знать, нужно знать о себе, нужно знать о себе, кто ты такой есть. Не обманывать самим себя, но говорить окружающим людям о своих недостатках. Я вас заклинаю, и вы мне будете благодарны до конца своей жизни, будете вспоминать и говорить, вот спасибо, Курей Шумалыч, он когда-то сказал про это. Я вас заклинаю. Ни в коем случае, если у вас утром выскочил прищик где-то, и вы его выдавили, и из-за этого там опоздали, не вздумайте сказать своей подружке, что у вас выскочил прищ, и вы его выдавили, вы рискуете на всю жизнь получить звание прищавой. Будут говорить, да вот эта прищавая моя подружка, которая. Не вздумайте никому говорить, что у вас редкие волосы. Не вздумайте никому говорить про свои болезни какие-то, знаете, которые у вас. Не вздумайте никому говорить про свои беды. Никого не волнуют ваши беды. Говорите про хорошее. Делитесь хорошими эмоциями. Делитесь своими впечатлениями прекрасными. Мне очень часто говорят, зачем ты, слушай, у тебя же даже этого нет, о чем ты говоришь. Тебе же будут завидовать, тебя же будут проклинать, тебя будут не любить. И вот это вот все. Я говорю, пусть завидуют. Но я никогда в жизни не скажу, что у меня плохо. Я никогда в жизни скажу, что у меня нет этого. Не хватает вот этого. Не хватает любви. Не хватает доброты вокруг. Делитесь своей добротой. Делитесь положительными эмоциями. Я вас уверяю, когда вы жалуетесь на какие-то свои беды и проблемы, да-да, вас послушают, может быть, немножко посочувствуют как будто бы, но развернутся и забудут об этом. Поэтому говорите о хорошем, говорите о себе с хорошей стороны всегда. Малейшее ваше отступление куда-то, а у меня там у дочки проблема с тем-то, с тем-то. Завтра вы услышите, где-то вам скажут, да у него все дети какие-то больные, какие-то кривые, ненормальные. Я просто прожил достаточную жизнь, достаточное количество лет и неоднократно с этим встречался. Поэтому, заходя в аудиторию, будьте все королями. Пусть лучше про вас скажут, что это высокомерный типус, такой вот весь распальцованный. Будьте лучше таким, чем, знаете, заходить склонив голову или выходить после какой-то критики склонив голову. Не слушайте критику. Сейчас говорят, как здорово, надо конструктивно критиковать. Сделал презентацию, пожалуйста, сделайте критическое замечание. Сейчас еще чего не хватало. Критикуйте себя. Не надо критиковать меня. Я уж сам себя как-нибудь покритикую. Хватает кому критиковать. Поэтому заряжайтесь позитивом. Вот мы сегодня с Ферзом Абдуфатовичем заряжены позитивом, потому что всю ночь не спали, встречались в аэропорту. Сегодня у нас на кафедре день объятий, обнимашек. Поэтому до шести вечера все, кто придет на кафедру, всех обнимаю. Ферзом Абдуфатович всех обнимает. Все, пожалуйста, обнимите своих родителей, своих друзей, своих одногруппников. Старайтесь замечать в людях все самое доброе, самое светлое. Даже если это вор, преступник, предатель, не знаю. Найдите в этом человеке какое-то хорошее качество. А зато он высокий. А зато он меня как-то один раз мне руку подал. Найдите что-то хорошее и постарайтесь это хорошее нести по жизни. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно с вами общаться. Жалко, что я потерял прошлую лекцию за Дня Республики. Но и жалко, что вообще у нас всего пять лекций по 50 минут, где вот я, знаете, даже вот не могу вам вся... Я вас уверяю, у меня вся презентация есть. Вот она. И она очень интересная. Конечно, здесь очень много всего. И те же типы высшей нервной деятельности. Холерики, сангвиники. Но я думаю, если вы изъявите желание, я в вечернее время дополнительно вам какие-нибудь лекции еще почитаю вместе с Фирузом Дуфатовичем. Всего самого доброго. Удачи. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо.